Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы сегодня с нами. Последние несколько эпизодов у нас проходит «Школа исцеления». Мы берем места писания об исцелениях, произошедших во время земного служения Иисуса, и изучаем их строчку за строчкой, стих за стихом. И на прошлой неделе мы начали изучать чудо, произошедшее с дочерью Иаира. Я рекомендую вам посмотреть предыдущий эпизод, если вы его пропустили, чтобы наверстать эту тему и извлечь больше пользы. Мы хотим вместе с вами провести время в этой домашней обстановке. Давайте снова прочитаем пятую главу Марка с 22 по 24 стих и дальше с 35 стиха. Еще раз перечитаем историю Иаира и продолжим ее изучать. Марка 5 с 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. 35 стих. «Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. «Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит, и смеялись над ним. Но Он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит, «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, что Иаир был начальником синагоги. А многие религиозные лидеры противостояли Иисусу, противостояли Его служению и исцелению. Не верили Ему, преследовали Его. Однако, когда Иаир услышал Иисуса, он Ему поверил. Он пришел к Иисусу и пал к ногам Его, пал ниц, поклонился Иисусу. Иаир не ставил свое положение и известность в обществе выше своей нужды. Ему нужно было чудо для семьи, ему нужно было чудо для дочери, и он готов был отказаться от своей карьеры, чтобы получить от Бога то, в чем он нуждался. Нет ничего важнее того, чтобы слышать Бога и принимать от Бога. Итак, Иаир смирился. И это могло ему стоить его положение в синагоге, потому что, как я уже говорила, многие религиозные лидеры того времени противостояли Иисусу. Иаир пришел к Иисусу и изложил свою нужду. Изложение нужды – это не сомнение и неверие. Сомнение и неверие – это когда вы на ней фокусируетесь. Итак, Он сообщил «Моя дочь при смерти». Но сразу после этого Он также сказал «Приди, возложи на нее руки, и она выздоровеет и останется жива». Нормально сказать о своей нужде, если вы также скажете, во что вы верите. Он знал, что Его дочь при смерти, но Он не верил, что так все и должно закончиться. Итак, Он говорил то, во что Он верил. По пути в дом Иаира произошло другое чудо. Подошла женщина, страдавшая кровотечением, коснулась края одежды Иисуса, и Иисус остановился выслушать свидетельство об исцелении. «Прямо там, давайте проведем служение и исцеление». И Иаир стоял и ждал, когда они снова отправятся в путь, пока женщина, исцелившаяся от кровотечения, свидетельствовала о том, как она исцелилась. Иаир мог разнервничаться, мог быть на иголках. Он, несомненно, хотел попасть домой. Но это было таким подспорьем для Его веры. Его вере было полезно по пути увидеть и услышать свидетельство женщины, исцелившейся после 12 лет страданий. Оно могло подбодрить Его веру. Но пока они стояли и слушали свидетельства женщины, исцелившейся от кровотечения, пришли посыльные из дома Иаира и сказали, «Не утруждай больше учителя, твоя дочь умерла». Иаир услышал худшее, что может услышать отец. «Твоя дочь умерла». Но мне нравится, что сказано в расширенном переводе в 36 стихе об Иисусе. Услышав, но проигнорировав их слова, таков подход Иисуса к новостям, которые против жизни. Он услышал, что они сказали, но не впустил это в себя. Он не позволил этому никак повлиять на то, что он собирался сделать. Так что он просто это проигнорировал. По мере роста веры, в жизни веры наступает такой момент, когда, слыша чьи-то слова, вы остаетесь совершенно невозмутимыми. Вы их игнорируете, вас они никак не трогают. И это правильная реакция на страх. Это правильная реакция на сомнение. Вы просто отворачиваетесь и ведете себя так, словно вам ничего не говорили, потому что вас это не тревожит. Итак, Иисуса совершенно не взволновало это сообщение о смерти. Но важно было не только то, во что верил Иисус, и его реакция. Важна была реакция Иаира. Он встал перед выбором. Сдаться ли тому, чему сдался бы любой обычный человек? Страху, панике, скорби. Но Иисус сказал Иаиру, что делать в такое время. Послушайте, питаясь словом, вы будете знать, что делать во время плохих новостей. Когда говорит страх, поступая по слову, вы будете знать, что делать пред лицом страха. Пред лицом плохих новостей, пред лицом смерти, Иисус повернулся к Иаиру и сказал, «Не будь охвачен тревогой и поражен страхом». Потому что Иисусу известна стратегия врага. Дьявол хочет вогнать вас в страх. И то, что вы чувствуете страх, не означает, что вы в страхе. Вы можете ощущать чувство страха, но не впускайте его в свое мышление, не берите его в расчет и не позвольте ему помешать вам верить. Иисус, по сути, говорит Иаиру, «Защищай свою веру». Когда слышишь плохие новости, защищай свою веру. Он говорит ему, «Не впускай страх, не будь охвачен тревогой». И я обожаю, что он говорит дальше, «Только продолжай верить». Потому что вера – неоднократное действие. Это что-то, что мы делаем непрестанно. День за днем мы верим. День за днем мы высвобождаем свою веру. И когда Иисус сказал, «Только продолжай верить», во что должен был верить Иаир? В то, что он говорил прежде. Он сказал Иисусу, «Приди ко мне домой, возложи руки на мою дочь, и она выздоровеет и останется жива». Иисус сказал, «Продолжай верить в то, что ты говорил до того, как она умерла». Теперь, когда она умерла, продолжай верить в то же, во что ты верил до того, как она умерла. Аминь. Многие верующие верят, что Иисус их исцелил, пока не заболеют. Когда появляются симптомы, они начинают менять то, во что они верят. Не меняйте то, во что вы верите, просто потому, что обстоятельства изменились. Вы верили, что Бог ваш обеспечитель до того, как пришел счет? После того, как пришел счет, продолжайте верить, что Он ваш обеспечитель. Вы верили, что Он ваш целитель до того, как пришла боль? Продолжайте верить в то, во что вы верили до того, как пришла боль, что Он ваш целитель. Именно это Иисус сказал Иаиру, «Продолжай верить в то, во что ты верил прежде». Потому что Иисус услышал слова посыльных и проигнорировал их. Но важно было, что об этом скажет Иаир. Да, Иисус будет служить девочке, но именно вера Иаира даст ему разрешение быть в его доме. И если Иаир поменяет то, во что он верит, у Иисуса не будет разрешения прийти и сделать то, что он может сделать для девочки. И Аиру нужно остаться в потоке веры, чтобы Иисус мог продолжить путь к нему домой. Что если бы Иаир согласился с посыльными? Помните, что они сказали? Не утруждай больше учителя. Иаир мог сказать, вы правы, и просто отказаться от того, чтобы Иисус пошел с ним домой. Никогда не отказывайте силе Божьей в доступе к вашему дому. Важно не то, что говорят посыльные. Важно, что говорит Иаир. Аминь. Когда вы слышите плохие новости, важно не то, что вам говорят, а что скажете вы. Когда вы слышите от врача плохой диагноз, важно не то, что он говорит, а что скажете вы. Аминь. Не достаточно верить в правильные вещи. Нужно говорить правильные вещи. Аминь. Почему? Потому что в Марка 11, 23 Иисус сказал, будет вам, что не скажете. Чем больше вы говорите, тем больше у вас будет. Чем меньше вы говорите, тем меньше у вас будет. Страх – это противоположность веры. Страх разрушает веру. Страх – враг веры. Когда вы сдаетесь страху, вера разрушается. Итак, реакция Иаира определяет, что Иисус может сделать для него. Ваша реакция на обстоятельства в вашей жизни определяет, что Бог может сделать для вас. Аминь. Чудо Иаира не основано на вере Иисуса. Чудо Иаира основано на вере Иаира. Ваше чудо не основано на вере Бога. Ваше чудо основано на вашей вере. И вам решать, верить или не верить. Вера – это не чувство, это выбор. Я говорю, вера – это не чувство, это выбор. 37 стих. Иисус не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Смотрите, Иисус есть жизнь. Так? Он нес жизнь в эту ситуацию. Но было важно, кто с ним пойдет. Они шли в дом Иаира. За ним шла толпа, видевшая исцеление женщины, страдавшей кровотечением. Толпа продолжала идти за ним в дом Иаира. Толпе все равно, куда идет Иисус. Она просто идет за ним, так? Но Иисус знал, что у него там есть задание. И он знал, что толпе туда нельзя. Почему? Потому что не каждый из них в вере. И он выбрал, кому можно пойти с ним. Столкнувшись с вопросом жизни и смерти, уж лучше выберите, кому быть в вашем окружении, кому там нужно находиться. Нельзя просто впустить всех, кто вас любит. Нужно впустить всех, кто может верить вместе с вами. Потому что не любовь близкого человека, который очень сильно вас любит, поможет вам в момент нужды. А вера. Люди вас любят, но если у них нет веры, они не окажут вам той помощи, которая нужна в такое время. Иисус шел в дом Иаира, и ему не нужно было, чтобы люди в окружавшей его толпе говорили, «А я слышал, что она умерла». Посыльные пришли и сказали, что она умерла. Зачем он идет к ним домой? Такие разговоры не нужны на пути к чуду. На пути к чуду нужны разговоры веры. Важно, какие разговоры сопровождают вас на вашем пути веры. Итак, Иисус выбрал, кому можно идти, а кому нет. Он даже не всем своим ученикам позволил идти с ним. У него было 12 учеников, и даже не всех из них он взял с собой. Почему? Напрашивается вопрос, все ли они были способны верить в такой ситуации. Итак, он взял Петра, Иакова и Иоанна. Это те три ученика, которых он особенно обучал. У него не было любимчиков. Он обучал их, исходя из того, что они будут делать, когда он уйдет. Они будут лидерами церкви, которая родится. Понимаете? Итак, он особенно обучал Петра, Иакова и Иоанна. И он взял их с собой. Знаете, наилучшее обучение для христианина, для служителя – это присутствовать на месте с теми, кто на передовой. Будьте рядом с людьми, владеющими навыками, сознающими людьми. Учитесь, наблюдая. Нет ничего лучше обучения на практике. Слава Богу за учебные классы, но слава Богу и за возможность присутствовать рядом с кем-то в конкретных ситуациях. Поэтому, когда в вашей церкви проходит служение, особенно служение и исцеление, любое служение, будьте там. Это возможность непосредственно наблюдать, как работает духовный мир. Итак, Петру, Иакову и Иоанну была дана возможность присутствовать там в качестве помощников, поддержки, несомненно. Но на самом деле они обучались для будущего. Обучались для будущего. Важно знать, у кого есть вера, чтобы двигаться с вами дальше. Служители, пасторы, продвигаясь вперед, вам важно знать, кто может пойти дальше с вами, потому что не каждый пойдет дальше, так как не каждый выберет веру. Как я уже говорила, у Иисуса не было любимчиков. Он просто знал, что в этих троих ему нужно было больше вложить. Почему же он распустил толпу? Потому что в ней присутствовало много разных систем убеждений. И любое неверие в толпе сдерживало бы его. И если неверие сдерживало его тогда, оно сдерживает его и сейчас. Аминь. Когда вы верите Богу о чуде, важно, каким голосам вы позволяете говорить вашу жизнь, и чему вы позволяете вас окружать. Много лет назад один человек исцелился на нашем служении. Мой муж служил этому мужчине, который уже питался через трубку, и медицина больше не могла ему помочь. У него было даже не одно, а несколько смертельных заболеваний. Его привезли на коляске, он не мог ходить, он был не способен есть. Мой муж возложил на него руки, и позже нам сообщили, что вернувшись в тот вечер домой, этот человек поел без трубки, он встал и ходил. Сила Божья подняла его. Но Эд дал этому человеку одно указание. Я не помню, произошло ли это на служении исцеления в пятницу вечером, или на утреннем собрании воскресенья, но мой муж сказал ему, приди в следующую пятницу и засвидетельствуй. И вот, вернувшись домой после того, как мой муж послужил ему, этот человек самостоятельно ходил, хотя прежде не мог, сам ел пищу, хотя прежде не мог. И он собирался в пятницу пойти в церковь и говорил об этом родным, бывшим с ним дома. Они, конечно же, любили его, но они сказали, тебе нельзя выходить из дома, потому что на улице холодно, а врач предписал тебе находиться в тепле, потому что ты можешь простудиться. Ну, когда у вас несколько смертельных диагнозов, простуда не такая уж и угроза. Но что они сделали? Они воззвали к человеческой логике. И этот мужчина не пришел в пятницу вечером, потому что у тех, кто его любил, не было веры насчет него. И они отговорили его от того, что Дух Божий указал ему сделать, потому что мой муж сказал это, будучи движим Духом Божьим. И мужчина ослушался, таким образом согласившись с сомнениями родных, согласившись с их страхом. И он умер вскоре после этого. Он не должен был умирать. Когда у вас стоит вопрос жизни и смерти, нельзя просто окружать себя теми, кто вас любит. Нужно окружить себя людьми, которые верят вместе с вами. И иногда некоторых людей нужно выслать на какое-то время. В смысле, не допускать слишком близко к себе, не прислушиваться к их словам. Потому что, когда вы сражаетесь с добрым подвигом веры, а люди вокруг вас говорят то, что идет вразрез с верой, это может подорвать вашу веру. Вам нужны люди, поддерживающие вашу веру. Именно так и поступил Иисус. Он защитил чудо Иаира, не позволив всей толпе пойти с ним. Что, если бы толпа продолжила следовать за ним, и в ней звучали сомнения и неверия? Дочь Иаира лишилась бы чуда из-за кого-то, кто даже совершенно ни при чем. Знаете, приходя в церковь, нужно брать с собой веру, потому что кому-то понадобится чудо, и ему не нужны будут слова о сомнении и неверии, и какие-то разногласия. Важно, чтобы в наших церквях была атмосфера веры, чтобы мы говорили слова веры, потому что кто-то нуждается в Божьем движении. И Иисус защитил чудо Иаира от любого неверия в толпе, запретив ей следовать за ним. Люди могли сказать, «Видите, у него любимчики, он выбрал Петра, Якова и Иоанна». Пусть люди говорят, что хотят. Это вопрос жизни и смерти. Тут суть не в том, кого заметили, кого нет. И если это огорчает родственников, знаете, если вам нужно чудо, не променяйте свое чудо на то, чтобы кто-то не был вами недоволен. Нам важно угождать Богу, а Богу угодна вера. Аминь. Слава Господу! 38 стих. «Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко». Итак, он вошел в атмосферу, в которой не было веры. Так? Мне неизвестно, знала ли родня, что Иаир пошел за Иисусом. Это мне неизвестно. Мне неизвестно, знала ли об этом мама девочки, жена Иаира. Я не знаю. Но, когда Иисус пришел в дом Иаира, там не было атмосферы веры. Там была атмосфера смерти. 39 стих. «И войдя, Иисус говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. Он сказал слова, меняющие атмосферу». Для этого нужны смелые слова. И он, по сути, сказал, «Для Бога это не больше, чем сон». 40 стих. «И смеялись над ним, как быстро меняются эмоции. Вначале они плакали и рыдали, а теперь насмехаются над Мужем Божьим. Как быстро, как быстро люди переключаются. Когда вы верите в чудо, хотите ли вы, чтобы вас окружали люди, насмехающиеся над Мужем Божьим? Нет, нет, нет. Итак, «И смеялись над ним, но…» Смотрите, Иисус их всех выслал. Если вы не собираетесь верить, вам смотреть нечего. «Те, кто верит, смогут увидеть то, что не увидят те, кто не верит». Если вы не собираетесь верить, вы будете высланы. Иисус не был на них зол. Он защищал чудо Иаира. Он защищал будущее этой девочки. Итак, Он их выслал. Но, заметьте, Он взял с собою отца девочки Иаира и мать и бывших с ним, Петра, Якова и Иоанна. Итак, Он взял с собой эту небольшую группу и вошел туда, где лежала девочка. Почему Он взял отца и мать? Потому что они имели власть над девочкой. Иисус не мог даже воскресить ее без разрешения родителей. Бог не может сделать в вашей жизни то, что Он хочет, без вашего разрешения. Иисус не мог сделать то, что Он хотел для этой девочки без разрешения родителей. Вот почему Он взял их с собой в комнату. Почему? Потому что это 12-летняя девочка. Она под властью родителей. Если родители поверят, она получит чудо. Если родители будут сомневаться, она умрет. В семье, которая находится в нашей власти, произойдет то, что мы допустим. Будучи родителями, мы разрешаем или запрещаем чему-то происходить в нашей семье. Аминь. Итак, Иисусу нужно было разрешение родителей, и Он взял их с собой. 41 стих. И взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа, куми», что значит, «Девица, тебе говорю, встань». Заметьте, Он не запрещает никакому бесу. Он не запрещает духу смерти. Там есть дух смерти. Несомненно, там поучаствовали бесы. Но Он провозглашает жизнь. В других случаях Он запрещал бесам, но не в этой ситуации. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. То есть, она не только воскресла, но и исцелилась от того, что привело к ее смерти. Если бы она не исцелилась, она бы снова умерла. Аминь. А все потому, что Иаир пришел к ногам Иисуса, поклонился у его ног и сказал, «Приди ко мне домой, возложи руки на мою дочь, она выздоровеет и жива будет». То есть, он знал, что она умрет. Но еще прежде, чем пришла смерть, он сказал о конечном результате. Вера говорит о конечном результате. Вера не говорит об обстоятельствах, возникающих на пути. Вера говорит о конечном результате. И именно так поступил Иаир. И Иисус сказал им никому об этом не говорить и дать ей есть. И мы знаем, что она исцелилась, потому что она ела. Аллилуйя! Иаир получил свое чудо, потому что продолжал верить. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова